Всем привет! Меня зовут Ростислав и я являюсь тренером в школах баскетбольных навыков Playmaker. Сегодня у нас рубрика домашних заданий и наша тема это баланс и равновесие. Мы покажем вам пару заданий, которые можно выполнять дома с родителями или же со своими друзьями. Первое задание, которое мы вам покажем, желательно выполнять со своим другом, потому что на повесном вам более-менее подходит. Вы встаете на одной линии со своим другом. Желательно стоп друг от друга на одну ногу. Берете друг друга правой рукой и старайтесь завалить своего друга, чтобы он потерял равновесие, но при этом удержаться на задание, которое поможет вам развить баланс и равновесие. Но вы не должны отрывать ногу от пола. То есть ее нормально вращать на носке, но нельзя отрывать от пола. То есть подпрыгивать или еще что-то делать. Если вы отрываете ногу, то вы проиграли. Рекомендую играть до 3-5 очков на какое-то там наказание, может на сладость. Также есть еще одна. Судание. Встаем так же, да, одну переднюю, но уже боком. Друг друга берем за руки. Уже на этот раз, обращаю ваше внимание, что не кистями, а полом. И уже из этого положения валим друг с друга. Судание очень похоже, но очень хорошо при этом развивает ваше равновесие. Давайте еще раз продемонстрируем. Вот так. Помимо этого, вы можете делать свои повседневные дела необычными способами для развития равновесия. Например, мыть посуду на одной ноге. Элементарно. Вот сейчас у меня развязаны шнурки. Мы с вами попробуем завязать шнурок, стоя на одной ноге. То есть вы берете, встаете на одну ногу и пытаетесь завязать шнурок, стоя на одной ноге. При этом удерживая баланс. Это элементарное задание, но очень хорошо развивает ваши навыки баланса. Сперва. Но при этом, в принципе, бросать левую. Вы можете взять и застегивать рубашку, например. Левую рукой. Застегиваю, застегиваю. Это идеально помогает вам развивать моторику. С вами был Ир Стислав, тренер школы баскетбольных навыков PlayMaker.